Всем привет! Сегодня поговорим про складной ножик марки Райк, модель LD-31. В принципе, стандартный ножик от Райка отличается от других моделей лишь набором инструментов. Давайте посмотрим на эту модель. Она весьма интересна по компоновке и тем инструментам, которые у нее есть. Комплект поставки, инструкция, модельный ряд, все модели, которые есть. Есть от 25 инструментов до самой простой с четырьмя инструментами. У нас модель посередине. Давайте посмотрим на нее внимательнее. Модель имеет основные инструменты, нужные для работы. Давайте рассматривать подробнее, внимательнее. Итак, габариты ножа стандартные. Удобная для работы рукоять. Не очень толстая, не очень узкая. Насечки ухвачистые из материала G10. По инструментам, которые у нас есть снаружи. Это клипса. Достаточно глубокая, жесткая. К ней можно привязать темляк, если в этом есть необходимость. Есть всегда торчащий наружу стеклобой. И спрятанный пинцетик сбоку корпуса. Пинцетик больше такового у викториноксов. Он достаточно неплохой. Достать какую-то занозу на природе, что-то извлечь, очень удобно, практично. Кроме того, сидит он хорошо глубоко в корпусе, и потерять его практически нереально. С обратной стороны у нас есть открывалка. Обычная открывалка, штопор. Мелочи, которые стали продумывать китайцы, это даже то, что первый виток у нас спрятан в корпус, а не торчит наружу, как это ранее бывало у некоторых моделей. Далее из того, что может быть понадобится на каждый день, это кольцо для ключей, для темляка. Оно достаточно узкое, но я не знаю, где оно может пригодиться. Проще уже темляк крепить на карабин, на клипс. Далее, что у нас есть. Плоская отвертка, она же открывалка. Инструменты для сгибания проволоки, снятия изоляции. Коротенький такой маленький серрейтер для вскрывания упаковок. Достаточно удобный, рабочий, тупой кончик, чтобы не повредить саму упаковку. Далее у нас идут ножницы. Достаточно большие, массивные, неплохо сделанные. Можно, конечно, сделать ими грубый маникюр, если в этом есть необходимость. К сожалению, здесь нету никакого напильника, чтобы у нас заровнять полученные маникюры. Достаточно большое шило-развертка. Удобная, практичная. И инструмент для снятия изоляции с заточенным краем. И вот это у нас какой-то ключик, я не помню, тоже для чего он у нас предназначается. Шило удобное, не хуже викториноксовского и немножко длиннее его. Прячется оно под ножницы, поэтому для его складывания необходимо извлечь ножницы, сложить шило и потом сверху сложить ножницы. И основной инструмент это клинок. Достаточно большой, стандартный для всех ножей этой серии. Хорошо заполированный и неплохо заточенный. Насечки на обухе у нас здесь нету. Для однорукого открытия есть односторонний шпенек. И замок типа лайнер. Удобный нож. Имеет достаточную длину для нарезки хлеба того же. Продуктов. Для работы по дереву имеет хорошую заточку и достаточную толщину в обухе. Давайте посмотрим, как он работает. Итак, ножик. Пробуем ему порезать мокрое дерево ирга. Оно достаточно плотное, древесину имеет. Вот ножик режет его неплохо. Не вгрызается, контролируемый рез. Так что с этим здесь у нас все нормально. Как по мне, неплохая альтернатива тем же Викториноксам. Если вы попадаете на хорошую цену акцию, то весьма интересный вариант. Единственный минус, что для ношения постоянно в кармане как-то следовало бы заболировать эти накладки. Потому что они достаточно агрессивные и будут протирать вам одежду, снаряжение. В остальном все очень интересно, хорошо собрано, обработано и подогнано. По комбинации инструментов есть различные модели. Есть пила, сериатор. В общем, на каждый вкус, я думаю, вы найдете себе нож. Такой вот ножик. Phoenix LD31. По опыту использования подобных ножей, есть у меня пара моделей. LD43. Резкий нож. Спасательный. Очень удобный, рабочий. И мне он очень нравится. Хотя некоторые говорят, что там лишний карабин. Большой для подвеса на пояс. На самом деле он очень функциональный. И во многом даже удобнее подобной клипсы. На этом все. Спасибо всем за внимание. Ножик LD31 представлены для обзора магазином Fonarik.com На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok